Продолжение следует... Для бизнеса госконтракты – это стабильная прибыль. Работы хватит всем. Только и успевай подавать заявки на участие в аукционах. Парк Коновалова в Мариинском посаде благоустроили также в рамках федерального проекта. На месте пустыря установили детскую площадку и спортивные тренажеры. Ну, были деревья немножко. Ну, все хорошо, очень нравится. На качелях кататься, на тренажерах. Часто сюда ходишь? Ну, почти часто. Все это работа местного предприятия. В Мариинском посаде бизнесмены по госзаказам ремонтируют дворы и дороги. Ну, в этом году на пяти аукционах я участвовал. Практически везде выиграл. Вот пять объектов на этот сезон. При этом являюсь местным жителем. Мне нравится строить, многоустроить свой город. Сюда даже приходим со своими внуками. В строительном бизнесе Петр Демьянов работает вот уже четвертый год. Развиваться без госзаказов было бы сложно, признается предприниматель. Строительство на сегодняшний день говорит, что выгоды нет, но есть возможность в свое время оплачивать людям зарплату, значит, оплачивать налоги. Работал предприниматель, ну, занимался оптовой поставкой нерудных и нертных материалов. Нерудные материалы, значит, с других регионов, как с Ростова, с Карелии, с Самары, с Урала. Ну, непосредственно для народного хозяйства в республике. Оптовая торговля, она для нас, в небольших предприятиях, она практически тяжелая. Ну, тяжелый бизнес. Чтобы строить новые объекты, предпринимателям необходимы займы под минимальные проценты. Когда банковские ставки становятся непосильной ношей, на помощь бизнесу приходит программа льготного кредитования. Выиграв, значит, на аукционе по строительству данного парка, я обратился в агентство по поддержке малого бизнеса, где мне одобрили кредит. И благодаря, значит, финансовой поддержке, я, мне, моему предприятию удалось выполнить данный проект вовремя, сдать срок. И тем самым микрорайон Коновалов удалось обустроить такой прекрасный парк. Отсутствие, как бы, мало, недостаточное количество оборудованных средств. По этой причине я вот обратился в агентство и имеем, как бы, успех на сегодняшний день. Спрос на целевые микрозаймы в республике растет. За 10 лет работы в агентстве поддержки малого и среднего бизнеса кредиты с пониженной ставкой выдали более чем 2000 субъектам МСП. В муниципалитетах у регионального филиала АПМБ немало постоянных клиентов. В основном в структуре наших заемщиков преобладает торговля, производство и услуги. Денежные средства берутся на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования для обновления автопарка. Для тех районов, где наше представительство в настоящее время пока нету, мы можем принимать заявки, которые клиенты подадут через МФЦ. В этом году процентная политика республиканского филиала АПМБ была изменена в пользу субъектов бизнеса. Резидентам территории, опережающего экономического роста, экспортерам, женщинам-предпринимателям, а также тем, кто работает в моногородах, кредиты выдают с минимальной ставкой. В нашем агентстве мы представляем более выгодные условия, чем в крупных банках. Процентная ставка в настоящее время составляет от 3,5% годовых. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей. В сентябре текущего года наша организация внедрила личный кабинет. Это приложение для мобильных банков, для удобства клиентов, в котором можно уточнить новые условия получения микрозаймов в нашем агентстве, остатки уже по действующим микрозаймам. Драйвером ускоренного социально-экономического роста республики должны стать национальные проекты. Среди ключевых задач майского указа президента – создание новых рабочих мест и подготовка квалифицированных специалистов. В ближайшие годы необходимо развивать профессиональные стандарты в вузах, техникумах и школах. И здесь нельзя все сводить к оптимизации, как это было в последнее время. Очень часто рассматривалась эффективность как оптимизация. То есть меньше преподавателей. Но если меньше преподавателей, значит преподаватели будут преподавать не на одну ставку, а на полторы ставки. Эффективность, качество определяется не по лучшим, а по худшим звеньям. И надо, чтобы в систему образования приходили лучшие люди. Чувашия вообще имеет очень неплохую систему образования, продуманную. Там много внимания уделяется и поддержанию так называемых малокомплектных школ. Это сейчас действительно очень большая проблема. Президент сформулировал задачу. Опять же, что такое малокомплектная школа, для которой должны быть специальные нормативы финансирования. Потому что если подходить к ним с точки зрения общих федеральных оценок, особенно Минфиновских, которые измеряют всю эффективность рублем, то это неэффективные школы. Но они эффективны, потому что они позволяют сохранять сельские территории, они позволяют действительно повышать уровень образования в масштабе всей страны. И этому в Чувашии уделяется очень большое внимание. Национальные проекты набирают обороты. За шесть лет на реализацию приоритетных программ только в республике направят свыше 70 миллиардов рублей. План работ на следующий год в правительстве утвердили. Для бизнеса региона это гарантированные заказы. Должна увеличиться доля закупок у субъектов МСП. Такую задачу обозначили перед властями на местах. Сегодня уже надо готовиться к 2020 году по проектам, по экспертизам и по всем вопросам касательно конкурсных процедур. Согласно бюджетного кодекса все субсидии будут распределяться законом. Все субсидии. Это прямая норма. И соответственно наши субсидии, все они также будут распределены законом о бюджете. В вопросах развития малого бизнеса региональный филиал АПМБ играет ключевую роль. Одной из главных проблем предприниматели называют затрудненный доступ к кредитам. Благодаря принятым мерам господдержки субъекты МСП преодолевают и этот барьер. Сейчас максимальный порог льготных займов достигает суммы в 5 миллионов рублей.